Вечер рабочего дня в Балашове. Тогда Сергей Жога шел с сыном из детского садика. Забрал его по пути домой через этот сквер. Внимание привлек странный звук. Проходя мимо кустов, то есть возле площадки, именно вот здесь, вот здесь, загрынул кусты, увидев лежащих людей, выразил свое недовольство, при этом в грубой форме. Тем самым, спугнув предполагаемого преступника, он резко вскочил, начал одеваться. Девушка в этот момент поднялась, вырвалась из рук, так скажем, и бросилась через кусты мне навстречу. Он еще не знал, что за несколько минут до его появления мужчина напал на девочку-подростка и повалил на землю. Сергей держал за руку сына, рядом предполагаемый преступник. На раздумье у сотрудника тюрьмы оставались считанные секунды. Недалеко детская площадка, на ней были взрослые. К ним и побежала пострадавшая девушка. Своего сына Сергей оставил с ними и решил догнать злоумышленника. Хорошая физическая форма помогла быстро настигнуть человека, но тот принялся уговаривать его отпустить. Я резко бросился за ним, это метров пятьдесят, наверное. Прижав его к дому, прислонил. Физическую силу не пришлось применять, так как он практически не сопротивлялся. Но сначала не сознавался, что сделаю. Я у меня однократно спрашивал, что ты натворил, что ты натворил. Он сначала отнекивался, что он ничего не сделал. Потом, пытаясь договориться, начал предлагать пиво, давай выпьем пиво. Да и ничего не было. Ну и в таком духе все, братан, все нормально, ничего страшного. Ну и все, в этот момент вызвал сотрудников полиции. Полиция приехала очень быстро. В Балашовской тюрьме Сергей Жога на службе с 2010 года работает в основном с категорией граждан под названием спецконтингент. То есть нападение на него может произойти в любую минуту за плечами армия и командировки в горячей точке. На работе о предотвращении попытки изнасилования он не рассказал. Но позже коллеги узнали о случившемся и о мужественном поступке Сергея. Так как повел себя наш сотрудник, честь ему и хвала. Потому что не каждый, мне кажется, в этой ситуации поступил бы как настоящий мужчина. Но зная характер Сергея, то есть общаясь с его сослуживцами, с его руководством, это было сделано, скажем так, как раз в духе его характера. То есть человек не побоялся оставить своего ребенка, человек не побоялся, мало того, догнать предполагаемого преступника, задержать его, передать в руки полиции. Ну, насколько я понимаю, выполнил полностью свой гражданский долг, который должен был сделать, ну, каждый, скажем так, здравомыслячный гражданин Российской Федерации. Как говорят балашовцы, место, где все произошло, очень людное. Здесь проживает почти половина города. Рядом гимназия, детский сад и сетевые магазины. Местные жители шокированы в случившемся в этом сквере. Мы бабушки ходим, и то боимся по одной ходить. Вот девчат, наверное, не выйдут, я одна буду. Прям ехать, начинаешь боиться. Ничего у меня нет, ничего. За телефон отберут и все. И ничего не сделаешь. При встрече с журналистами Сергей Жога был скромен и немногословен. Многие местные жители даже и не знали, что в их городе предотвращено серьезное преступление. Сейчас руководством Сергея готовится пакет документов для направления во ФСИН России на поощрение его ведомственной награды.